Уважаемые студенты, шестая тема – парный корреляционный анализ. План. Первый план – понятие о парных связях в экономических процессах. Поскольку парные связи важны в экономических и социальных процессах, мы сосредоточимся на них как на отдельном плане. Следующий план – коэффициент кавариации и корреляции. Последний план – методы расчета коэффициента корреляции. В предыдущей теме мы рассмотрели тему теории вероятности и математической статистики. Еще раз напомню их наиболее важные моменты. Итак, мы сосредоточились на понятиях генеральных и выборочных совокупностей. Как вариационный ряд, они в свою очередь состояли из дискретной и интервалной случайной величины. В дискретной случайной величины математическое ожидание представляло собой сумму произведения всех возможных значений величины х на соответствующую вероятность. Кроме того, мы рассмотрели средние значения. В частности, среднеарифметическая была сумма всех слагаемых вариантов, разделенных на их количество. Мы также рассмотрели показатели вариаций. Они состояли из размаха вариаций, среднее линейное отклонение и среднее квадратичное отклонение. В сегодняшней теме мы будем использовать некоторые из этих показателей. Изучая экономические процессы и явления, иногда придется изучать не отдельные экономические показатели, а их совокупности, взаимного влияния друг на друга и взаимосвязи между собой. При изучении тех или иных явлений, факторы можно разделить на две группы. Зависимые факторы и независимые факторы. Такое деление является чисто условным, так как фактор, являющийся зависимым, в одном случае может стать независимым в другом. Изучая экономическое явление, необходимо провести классификацию всех изучаемых факторов на независимые и зависимые. Чтобы провести классификацию факторов на независимые и зависимые, нам надо определить, как это мы будем делать. Между социально-экономическими процессами взаимозависимость делится на два типа. Первая – функциональная зависимость. Вторая – статистическая, то есть оттуда идет корреляционная. В естественных науках часто речь идет о функциональной зависимости, когда каждому значению одной переменной соответствует вполне определенное значение другой. Но функциональная зависимость почти не практикуется в социально-экономических процессах, потому что не все факторы могут быть идеально взаимосвязаны друг с другом. То есть изменению значения одной переменной соответствует вполне изменению другой значения. Я приведу пример из математики. Например, при изменении длины сторон квадрата, соответственно, меняется его периметр и площадь. Как мы видим, функциональная зависимость встречается только в теоретическом пространстве, а в реале этого быть не может. А корреляционная – это не полная зависимость, в которой каждому значение факторов в различных условиях соответствует различным значениям результата. То есть с помощью корреляционного анализа мы можем разделить или классифицировать факторов на независимые и зависимые. Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами. Тесноты связи количественно выражаются величиной коэффициентов корреляции. Если х-экзогенные и у-эндогенные равноценны, то они не делятся на независимые и зависимые. Если корреляционный анализ измеряет наличие силы взаимосвязи между х и у, основной мер является коэффициент корреляции. На этой таблице наглядно приведена тесноты связи коэффициентов корреляции. В нашей таблице мы привели три тесноты связи, которые состоят из слабой связи, средней связи и сильной связи. А в некоторых источниках приведены 4 или 5 типов связи. И также по направлению связи бывают прямые и обратные связи. Связь считается прямым, когда увеличение одного фактора приведет к увеличению другого. Например, увеличение туристического потока в стране увеличивает количество гостиниц, количество туристических фирм и так далее. А при обратной связи увеличение одного фактора уменьшает другой фактор. Например, существование каких-то угроз или эпидемии, но угрозы бывают разные и так далее, в стране уменьшает количество туристов. Или, например, увеличение расходов гостиницы уменьшает ее прибыли. То есть увеличение одного фактора приведет к уменьшению другого. Когда коэффициент корреляции равен 0, то связи отсутствует. Связь будет слабой, когда коэффициент корреляции будет в пределах при прямой связи от 0 до 0,3, при обратной связи от минус 0,3 до 0. Связь будет средним, когда коэффициент корреляции равен от 0,3 до 0,7, при прямой связи, а при обратной связи от минус 0,7 до минус 0,3. Связь будет сильным, когда при прямой связи от 0,7 до 1, при обратной связи от минус 1 до минус 0,7. Теоретический коэффициент корреляции x, y равен корреляции x, y, деленное на среднеквадратическое отклонение x, умноженное на среднеквадратическое отклонение y. Среднеквадратическое отклонение известно нам из предыдущей темы, что это результат квадратичной корней дисперсии. Свойства корреляции состоят из первых. Они бывают в пределах от минус 1 до 1, включительно 2. При коэффициент корреляции, если равен на минус 1 или 1, то x, y связаны линейной зависимостью, т.е. связаны полной линейной зависимостью. При x, y равен 0, то корреляционный связь отсутствует. Ковариация x, y равен математическое ожидание x минус математическое ожидание x в скобках умноженное в скобках y минус математическое ожидание y. То есть это приведет к x умножен на y средний минус x средний умножен на y средний. На графиках показаны коэффициенты корреляции. Коэффициент парной корреляции, то есть r x y равен x умножен на y средний минус x средний умножен на y средний разделенное на среднеквадратическое отклонение x умноженное на среднеквадратическое отклонение y. Оттуда среднее квадратическое отклонение х равен под квадратическим корнем х квадрат средний минус х средний в квадрате. Или под квадратическим корнем сумма хи минус х средний в квадрате, разделенное количество элементов. На таблице показаны х экзогенные, у эндогенные, где у зависит от х. Скажем по годам по статистическим наблюдениям, у нас есть х это скажем туристы, и крик это прибыль туристической фирмы. Так требуется вычисление коэффициента корреляции х и грека. Для этого нарезаем таблицу, поставим значение х и грека по формуле. Нам нужно определить х квадрат, у квадрат, х умножен на у. Итак, поставим х квадрат и вычисляем всех значений х квадрат. Первое значение х это 8, квадрат будет 64. Второе значение х 9, квадрат будет 81. Третье значение х 11, квадрат будет 121. Четвертое значение 12, квадрат будет 144. Пятое значение х 14, квадрат будет 196. поставим y квадрат и вычисляем y квадрат 1 единица 2 9 25 49 81 поставим x y и также вычисляем x умножим на y x 18 y 1 единица 8 умножим на 1 это будет 8 соответственно 9 умножим на 3 будет 27 11 умножим на 5 будет 55 12 умножим на 7 84 14 умножим на 9 126 вычисляем суммы x и y x квадрата y квадрата x умножим на y сумма x равен 54 сумма y равен 25 сумма x квадрата равен 606 сумма y квадрата равен 165 сумма x умножим на y равен 300 вычисляем среднее значение среднее значение x а за 4 разделена на 5 10,8 среднее значение y 25 разделена на 5 это 5 среднее значение x квадрата 6 6 разделена на 5 количество элементов это 121 села в двадцатых соответственно среднее значение y квадрата равен 33 а среднее значение y умножим на x равен на 60 после поставим значение на формулу формула была такого r x y равен x умножим на y средний x умножим на y это у нас было 300 а среднее значение 60 минус их средние x средний у нас была 10,8 умножим на y средний y средний было 5 разделим на среднее квадратичное отклонение x то есть под квадратическим корнем x квадрат средний минус x средний в квадрате x квадрат равен 606 среднее значение 121,2 минус x средний в квадрате x средний умножено под квадратичным корнем среднее значение y квадрата минус квадрат среднее значение y коэффициент парной корреляции будет равен 0,99 сотнях связь между экзогенным x и эндогенным y прямая и тесная спасибо за внимание